Сегодня я вас хочу познакомить со своими домашними аллигаторами. Мы привыкли, что огурцов бывает очень много. Корнишоны, гладкие, пупырчатые. Их такое огромное количество видов, что даже и не видели половину мы с вами. Это серия китайская. Эта серия представлена такими огурцами, которые называются настоящий мужик, китайский устойчивый или просто аллигатор. Посмотрите, сам плод похож на крокодильчика. Такие вот у него бугорки, очень бугристая поверхность. Но самое главное, что эти огурцы очень-очень вкусные, сочные и ароматные. Несмотря на то, что мы привыкли, что крупноплодные огурцы никогда не консервируют, это не касается аллигаторов. У них мякоть настолько сочная и упругая, что их очень хорошо используют для консервов. Потом я покажу как. Ну а сейчас давайте рассмотрим строение огурца. Это высокорослая лиана. Видите прекрасно. Для них не характерно развитие боковых побегов. Поэтому если побег все-таки ответвился, то нужно после одного или двух огурчиков его просто прищипнуть. Но основной урожай лиана отдает именно на основном стебле. И поэтому за ними легко ухаживать. Еще одна особенность – это неправильное развитие, если, допустим, огурец у вас за что-то зацепился. Он становится крючковатым и превращается вот в такой крючок. То есть лучше его освободить, и тогда он будет свисать вот таким красивым образом, похожим на гирлянды. Если у вас огурцы такие длинные, что касаются земли, то под них нужно так же, как под тыквы, например, или кабачки, подложить дощечки, чтобы от земли не начинались гнили. Поэтому вот следите за этим. Когда аллигаторы находятся в пике плодоношения, то на одном растении можно видеть 6 или 8 больших уже огурцов и столько же зеленцов. С одной лианы можно собрать до 20 килограммов урожая. Настолько они тяжелые, сочные. В социальных сетях, кстати, многие пишут, что когда посадили такие огурцы, то накормили не только свою семью, но просто устали раздавать их соседям. При выращивании этого растения нужно помнить, что лиана мощная, огурцы тяжелые, поэтому опора нужна солидная и устойчивая. Вот у меня такая сетка. Собирать плоды огурцов нужно, как и все другие, методом выкручивания по часовой стрелке. Корзинка мала для таких огурцов. Ну что ж, часть урожая собрана. Пойду мариновать. Огурцы я уже помыла и приготовила для того, чтобы делать консервы. Резать я их буду бочонками. Вот даже такой кончик я отрезаю. И вот такой вот бочонок у меня получается. Вот, крупные куски. Но они хрустят, и они очень-очень упругие. Поэтому, когда вы откроете баночку с этими консервами, вы даже не заметите, что они нарезаны. И вам будет казаться, что это абсолютно целиковые огурцы. Банку мы готовим самым обычным образом. На дно кладем хрен. Листочки разные, вкусные. И начинаем набивать. Вот такие вот бочоночки размещаем в баночке. Наверное, понадобится еще один огурчик. Между огурчиками вставлю укропчик. Поставлю на подставку и заливаю кипятком. Накрываем крышечкой, ждем 20 минут. Сливаем воду, кипятим ее, готовим рассол. Добавляем соль, сахар, уксус, салицилку, кто как любит. И потом закручиваем. И все готово. У вас огурцы будут сочные, очень упругие и очень-очень вкусные. Обязательно попробуйте такую заготовку. А семена таких замечательных огурцов поставляет на рынок моя любимая фирма Сидек.